Белорусы в состоянии обеспечить себя витаминной продукцией. Яблоки – один из самых распространенных фруктов. Их вкус знаком нам с детства. Чтобы сохранить витамины на зиму, урожай закладывают на хранение и перерабатывают. В том числе на заводах Минской области. На сегодняшний день заготовлено 1700 тонн яблок. Часть из них переработана на повидло. Также мы делали нектары и сок прямого отжима из яблок. Все оборудование автоматизировано. В семену на пюре, когда мы перерабатываем яблоко, это 40-45 тонн. Когда выпускаем повидло, это до 20-25 тонн в сутки. Мы давно отказались от импорта в этом направлении. На заводе изготавливают и фруктово-ягодные наполнители. Всего более 300 рецептур. Они идут в йогурты, творожные сырки, десерты и мороженое. Все начинается с разработки наполнителя в лабораторных условиях. Подбирается аромат, подбираются вкусовые качества продукта. Мы понимаем, какой продукт хочет наш потребитель. Поэтому к этому вопросу подходим очень тонко. Большое количество товаров прямо из цеха поступает в учреждения образования. Поэтому все показатели соответствуют стандартам качества. При производстве такой продукции предъявляются особые строгие требования. Не допускается использование пищевых красителей, искусственных добавок, а также усилителей вкуса. А современные технологии позволяют сохранить полезные вещества в течение всего срока годности. Консервированные продукты могут храниться долго. Однако перед покупкой важно проверить срок годности. Полуфабрикаты хранятся от 12 до 24 месяцев. Если это с добавлением лимонной кислоты, то это 24 месяца. Если без добавления лимонной кислоты, то один год. Производство все модернизировано. Работает четыре современные линии. Работаем с нашими хлебобочными предприятиями. Также рынок сбыта по виду подварков и начинков – это Российская Федерация и Казахстан. Объем производства до 4500 тонн годовой продукции. Работа есть сезонный характер носит, потому что заготавливаем яблоки в сезон. Объем заготовки до 2500 тонн. Сейчас у местных производителей горячая пора. Работы много. Нужно оперативно переработать урожай этого года. Стоит задача получить качественную продукцию, которая будет пользоваться спросом не только на отечественном рынке, но и за рубежом.